Здравствуйте, дамы и господа! Меня зовут Андрей Луфимов, вы смотрите канал Технотерм. В этом видео поговорим с вами о внутрипольных конвекторах, а точнее о внутрипольных конвекторах со встроенными в них вентиляторами. Для чего эти вентиляторы нужны, разберем с вами и посмотрим наглядно. Насколько эти вентиляторы шумны, стоит ли игра свеч при покупке вот таких вот приборов со встроенными вентиляторами и будет ли эти вентиляторы доставлять вам в итоге дискомфорт. Итак, поехали! Что ж, давайте для начала разберемся, для чего вообще нужен внутрипольный конвектор. Внутрипольный конвектор – это узконаправленный в использовании прибор отопления, основная задача которого состоит в том, чтобы ставиться под панорамные окна и сохранять максимально эстетичный вид самих панорамных окон, чтобы никакой прибор отопления под вашими окнами не устанавливать, устанавливают внутрипольные конвекторы. Внутрипольные конвекторы в таких случаях выполняют две функции. Первая – это отсечение холодных зон панорамных окон, то есть внутрипольный конвектор, он создает тепловую завесу. Такой внутрипольный конвектор зачастую идет без вентиляторов, и он имеет малую мощность, но этой мощности достаточно для того, чтобы как раз-таки создавать тепловую завесу, и от этого ваши окна в первую очередь также не потеют, и у вас нет холодного излучения от окон. Во втором случае, внутрипольный конвектор может использоваться уже как основной прибор отопления, когда в него именно встраивают вентиляторы. Для чего вообще встраивать вентиляторы внутрипольные конвекторы? За счет того, что прибор отопления монтируется в пол, как раз-таки процесс теплодачи у него значительно нарушается. Стандартный прибор высотой 8 см, глубиной 25 см и шириной 2 м, обладает мощностью без вентиляторов примерно 500-700 Вт в зависимости от производителя. Однако, если в этот прибор встроить вентиляторы на 100% оборотах, такой прибор может выдавать уже 3-3,5 кВт. То есть прибор с шириной примерно 2 м способен обогревать в среднем помещение площадью 30-35 квадратных метров при 100% оборотах вентиляторов. То есть этот прибор в принципе может быть и достаточно мощным. Но, когда вы хотите использовать прибор уже со встроенными вентиляторами, у вас возникает вопрос, а насколько шумный будет данный прибор отопления? Давайте в этом разбираться подробнее. Эти приборы довольно-таки многострадальные. Их обкакал Алексей Земсков и высказал свое негативное мнение о них. Поэтому запомните, внутрипольные конвекторы это очень плохое решение, если без них можно обойтись. Именно так и нужно делать. О них высказал свое негативное мнение в инстаграме Владимир Сухоруков. Давайте посмотрим его ролик. Сейчас мы вам продемонстрируем, как тихо и бесшумно работает вентилятор. Заказчик заставил поставить его в спальне, конвектор с вентилятором. Мы брыкались, не хотели. Говорили, что будет шуметь, он говорит, ничего, я потерплю. Зачем терпеть, когда можно совсем без него поставить? Включай, Саша. Вроде шумит и не сильно, но если вот такой шум будет ночью, слышен, то спать будет невозможно. Ну, хотя у кого-то нервы крепкие. Мой совет всем устанавливающим конвекторы в спальнях. Не ставьте их с вентиляторами. Будете мучиться. Столовая, гостиной, пожалуйста. В спальне нет. И сейчас мы с вами будем решать, на чью сторону нам становиться. На сторону титанов YouTube, которые высказываются против вообще использования внутрипольных конвекторов. Либо будем создавать жесткий противовес. Для этого мы обратимся уже к нашему образцу и послушаем, насколько шумный данный прибор отопления. И уже в конце концов будем решать, стоит ли эти приборы устанавливать в ваших помещениях, особенно в ваших спальнях, особенно когда вы слушаете эти приборы, когда вы спите и насколько этот шум будет для вас дискомфортным. Итак, смотрим. Вот он наш внутрипольный конвектор. Кстати говоря, прибор российского производства. Вот так он примерно выглядит. Давайте включим этот прибор в сеть и послушаем, с какой шумностью работает как раз таки вентилятор внутрипольного конвектора. Для полноты картины давайте я сниму решетку, положу его вот так вот рядом. И вы можете видеть, как примерно выглядит прибор отопления. Это теплообменник. Это вентилятор как раз таки. Здесь у нас располагается подключение к теплообменнику. Здесь у нас располагается электрика. Давайте включим сеть и послушаем, с какой шумностью он работает. Сейчас он загрузится. Вот у нас регулятор загрузился. Сейчас прибор включится. Послушаем сначала на таком расстоянии. Насколько, то есть я как раз располагаюсь за камерой. Слышно или нет. Теперь поднесем микрофон максимально близко к прибору. На первый взгляд мы видим ровно ту же ситуацию, которую нам показывал в своем ролике в инстаграме Владимир Сухоруков. Прибор достаточно шумный. Но есть одно но. Данные приборы отопления зачастую идут в комплекте с регуляторами скорости вращения вентиляторов. И зачастую прибор можно подобрать таким образом, чтобы он при самых максимальных тепловых нагрузках работал не при 100% мощности вентиляторов, а при мощности вентиляторов примерно 60%. И давайте посмотрим, что будет, если мы выставим этот прибор на 60%, насколько этот прибор будет создавать шум в помещении. А вот наш регулятор вращения как раз таки. Сейчас мы видим, что прибор отопления работает на пятой скорости вращения вентиляторов. То есть это пятый максимальный. Это значит вентиляторы работают на 100%. Давайте послушаем, как вентиляторы будут работать на 60% мощности. Поменяем у нас на третью скорость. И послушаем. Все, вроде скорость снизилась. Давайте поднесем микрофон. Той шум уже не такой сильный. Если отойти от прибора, давайте отойдем от него на метра два и послушаем, слышно ли нам вообще или нет. Петличка вряд ли передаст, микрофон вернее, да, чтобы для понимания, вряд ли передаст шумность этого прибора. Но, скажем так, отойдя на два метра, я еле-еле слышу его шум. Но шум он все-таки присутствует. На третьей скорости вращения вентиляторов. Как вы смогли заметить, шумность вентиляторов еле-еле слышна. Важно понимать, что это прибор образец с одним вентилятором. Зачастую у вас приборы будут стоять с двумя-тремя вентиляторами. Возможно, будет чуточку шумнее. Но, опять же, шум этот будет абсолютно не слышен. То есть, это, по сути, работа ноутбука стандартного. Шум он есть, он действительно присутствует, но он не напрягает. И, опять же, этот шум будет создаваться только при максимальных расчетных морозах на вашей улице. В остальных случаях прибор будет работать на 20-40% мощности. А 60% будут использоваться тогда, когда будут уже в вашем регионе максимальные морозы. Если они, конечно, будут. Само собой, такие приборы можно устанавливать не везде. Понятно, что, возможно, где-то в Сибири надо будет закладывать достаточно мощный прибор сам по себе. Либо по высоте, либо по ширине, либо по глубине. Но, опять же, мы рассматриваем усредненные ситуации. И давайте с вами посмотрим, насколько сильно шумит внутрипольный конвектор, если его использовать на первой и второй скорости. То есть, это примерно 20-40% мощности вентиляторов. Поднесу микрофон. Первая скорость. То есть, вообще ничего не слышно. Вторая скорость. Это 40%. То есть, легкий-легкий шум. Если вот прям микрофон поднести, легкий-легкий шум создается. Но если микрофон убрать, вы уже, в принципе, ничего не услышите. Так у вас будет и в помещении. Если вы от прибора на полметра отойдете, уже ничего не слышно. Вот как раз-таки пример регулятора вращения оборотов. Внутрипольные конвекторы с вентиляторами идут с такими как раз-таки элементами. Они ставятся отдельно. Ставится обычный регулятор вращения и отдельно термостат. Но бывает и вот такой вот комплексный подход. Какого мнения придерживаемся мы при использовании внутрипольных конвекторов? Где попало, их, безусловно, ставить не нужно. Но если у вас панорамное стекление, и вы не хотите ставить под панорамное стекление стандартные приборы отопления, то, безусловным фаворитом, тут выступают внутрипольные конвекторы отопления, которые смотрятся максимально эстетично под панорамными окнами. И сегодня внутрипольные конвекторы уже выпускаются со специальными F-образными планками, которые закрывают как раз-таки подходы линолеума, ламината, паркета и так далее к вашему внутрипольному конвектору. Этот прибор смотрится максимально аккуратно и эстетично, и практически вливается в любой интерьер. Стоит ли использовать с вентиляторами этот прибор? Если можно не использовать, конечно, лучше не использовать. Если вы используете внутрипольный конвектор, допустим, в комбинации с водяной системой теплого пола, то ставите обычный прибор без вентиляторов, который создает тепловую завесу. Либо, если вы используете радиаторное отопление, если можно предусмотреть какой-нибудь радиатор в помещении, не ставя его под панорамные окна, то почему бы его не поставить? Но, опять же, если вы не хотите никаких больше приборов отопления, вы хотите только топиться внутрипольными конвекторами, вы выбираете внутрипольный конвектор с вентиляторами и рассчитываете его мощность максимальную при скорости вращения вентилятора в 60%. Если вы найдете такого же грамотного проектировщика, как у нас, то он вам без труда вообще рассчитает и подберет прибор отопления, который даже на максимальной мощности, мы максимальную мощность рассматриваем 60%, не будет создавать никакого вам дискомфортно. А 60% мощность, она будет использоваться уже только при максимальных морозах на улице. Поэтому, в первую очередь, нужно понять потери помещения тепловые и уже подобрать прибор. Вот как-то так. На этом я это видео заканчиваю. С вами был Андрей и ребята из Технотермо, которые остались за кадром. На этом с вами прощаюсь. Если это видео было для вас полезным, обязательно ставьте большие пальцы вверх, обязательно пишите что-нибудь в комментариях. Ваши лайки и ваши комментарии помогают продвигать данное видео. Чем больше будет комментариев, чем больше лайков, тем больше адекватного мнения увидят другие люди со стороны и решат для себя использовать их, им внутрипольные конвекторы или же все же нет. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, если еще этого не сделали, чтобы получать оповещения о наших новых видео. И встретимся в следующих видео. Меня зовут Андрей Луфимов, канал Технотерм. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok